Шалом! С вами Ася, а это моя коллега Виктория Петрушина, она же певица Виктори. Она работает у меня в онлайн-школе вокала Аси Багдасаровой. И сегодня расскажет вам о двух крайностях учеников, которые у нас обычно бывают. Не кричите, не шепчите. И вот две крайности в пении, которые почти у каждого ученика, как начинающего, так и уже, который занимается чуть больше времени. Почему так происходит? Потому что мы не контролируем свой голос, мы не знаем, что делать. Многие считают, что хорошо петь, это значит громче петь. Но это неправда. Нет. И поэтому, если вы не можете взять ноту тихо, вы не умеете ее просто правильно взять. У меня есть ученики, которые могут определенную ноту, ну скажем, там, если мужчина до диез второй октавы взять сильно громко, как бы, и не получается взять тихо. Но, я скажу так, он не берет эту ноту правильно. Он ее кричит, выкрикивает. Вот вспомните, если вы ходите на концерт в любимой группе, да, кто выступает, вы подпеваете, да, они вот выступают на сцене, вы вместе с ними, все песни. Потом вы выходите с концерта, вы сипите, хрипите, у вас голоса вообще нет, потому что вы просто орали, надорвали свои связки. И так же получается на уроке, когда вы пытаетесь взять эту ноту, а вы не можете ее взять, потому что у вас не работает опора, у вас не поставлено дыхание, у вас нет позиции, нет атаки звука, нет мышц пресса, вы не напрягаете. Очень много всяких нюансов, которые помогают нам петь сильно, громко и мощно. А вы не знаете вот этой вот всей внутренней системы и пытаетесь просто выкрикнуть эту ноту. Результата будет никакого. И есть вторая крайность. Шептать. Когда я говорю, пой потише, все сразу начинают либо вот так вот, когда вообще не слышно, шептать, именно шептать, либо на фальцет переходить. А по сути потише петь нужно тоже на опоре, тоже грудным голосом, просто тихо. Вот мой средний разговорный регистр. И вот то же самое я говорю на моем регистре, только тихо. А многие, а многие переходят, а вот такое вообще пение, вот такое, когда все садится. Я надеюсь, меня слышно было. Нужно уметь и громко петь, и тихо, но все на опоре, вы должны контролировать. У вас не должна меняться позиция вашего звукоизвлечения. Почему еще хорошо петь, уметь петь тихо? Для интересности песни. Вот вы начнете аккуратно, тихо, спокойно, потом у вас пойдет плавное развитие, потом кульминация, где вы добавите больше голоса. И у вас сразу динамика в песне появится, контраст, к этому и нужно уйти. А если вы сразу с первых нот начнете просто орать, где будет развитие, где динамика? Если вы уже изначально возьмете громко первые ноты, вы последний припев споете так же. А хорошо бы каждый припев делать громче предыдущего, чтобы уже крещендо было. Есть же такое понятие, как филировка звука, и нужно этим тоже владеть. В общем, при крике у нас совсем по-другому работают связки. Да, они как бы работают, мы начинаем хрипеть, сипеть, потому что все это делаем неправильно. Нужно поставить голос просто правильно, на правильной позиции. Как вы разговариваете, на этой же громкости опора, дыхание, подача звука, пресс, как я сказала, вот вы почувствуете, поймете, как это говорить, и постепенно повышаете ноты. Выше, выше, выше. Но громкость при этом сильная, не увеличивайте. То есть, найдите вот эту позицию, при которой вы можете адекватно эту ноту исполнить. А потом прибавляйте громкость, но уже не здесь. Не задирая горта, не пытаться что-то вот так вот накричать. Нет, нет, именно мышцами пресса вперед толкаем звук, и все. Ну и постепенно так расширять свой диапазон. Вы сначала научитесь брать верхнюю ноту, ту же самую до диезда, второй октавы, тихо и спокойно, адекватно, чтобы у вас никакого напряжения не было, чтобы у вас не краснело лицо, и вы не потеяли, и ничего такого не было. Взяли ее спокойно, тихо научитесь, и потом постепенно на это накидываете мясо, так сказать, голосовое, чтобы уже было посильнее и помощнее. Это придет не сразу. Но вы хотя бы тихо научитесь взять эту ноту. Есть у меня и еще одни ученики, другая сторона этой медали, которые берут тихо, очень так вот поют, шептут, и вообще не могут прибавить громкость. Это тоже получается без опоры, без мышц пресса. Это мы просто расслаблено так вот говорим, и все, ничего не поставили, и все проваливается. Тоже нужно исключать. Во-первых, получается, у него также нет опоры, и весь звук проседает. Появляется лишний воздух, который не нужен. Нужно так же разговаривать, как мы разговариваем в жизни. Просто потише, и все будет нормально, адекватно. А они полностью вот что-то опускают, у них вот этот вот воздух уходит. Даже субтон, который все считают, что если я с воздухом пою, это субтон. Нет, у субтона тоже есть свои нюансы, как его правильно сделать. Поэтому нужно просто так же напорить, четко произносить звуки. Ну, просто потише его делать, а не просто так вот умирать, напевать. Что еще касается громкости? Обратите внимание на то, что это только в России у нас остались певцы, которые пытаются орать. На каждом углу, на каждом шагу все пытаются показать то, что я могу петь громче, выше, и это типа круто. Но посмотрите на Америку, которая, ну, как бы покруче нас в развитии. Да посмотрите на Европу. Они разве орут? Нет. Там Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Дэми Лавата, Адель даже, да, у нее есть песня, когда они аккуратненько, фальцетом какие-то ноты берут. Это же красиво. Билли Айлиш, в этом году она одна из самых популярных исполнительниц. Но она не орет, и она всем нравится. Вы учитесь так же, аккуратно, тихо все ноты, и не очень большой диапазон. Она может как низкую, прям хорошую такую ноту взять, так и высокую. Вот как раз у нее, по-моему, там до диеза есть вторая октава, и она берет аккуратно, тихо и спокойно. И всем нравится. Куда вы, за кем вы гонитесь, к чему вы орете? Победитель Евровидения. С фальцетом победил, между прочим. Я тоже постоянно это, в пример, своим ученикам подаю. Он не кричал, не орал. Я надеюсь, вы смотрели Евровидений след. Посмотрите, Дункан Лоуренс, Нидерланды. Первое место. Шикарно исполнил. Вокализы, фальцет, головной регистр, воздух, без воздуха. Идеально. Победитель Евровидения. Вот. Так что я так понимаю, что наше новое поколение уже должно идти к тому, чтобы учиться просто красиво петь. Красиво петь. Петь не значит петь громко, повторюсь. Вы должны владеть просто разными приемами. Даже вот филировка звука та же самая. Крещенды, диминуэнды, где-то субтон, где-то вокалфрайн. Очень много всяких нюансов, которые могут зацепить песни. Не обязательно просто прорать эти ноты. Научитесь расслабляться, научитесь петь спокойно, адекватно, чтобы все было легко. Без таких зажимов, поднятия гортани и всяких зажатых звуков. Действительно, уши в трубочку могут завернуться. Аккуратно, не орите, не орите. Все на опоре. Прочумствуйте эти звуки. Найдите их. И потом постепенно, постепенно, можно громче, громче. Вы даже можете насильно громкость не увеличивать. Вы просто пойте на определенной громкости, для вас удобной, к которой вы разговариваете. Чуть-чуть можно погромче, чуть-чуть потише. Ну, крайности прям не ищите. Чувствуйте, что вам комфортно. Хорошо. И громче не пытайтесь форсировать звук. Этого вам не нужно. И на одной и той же громкости просто занимайтесь. Пройдет 3 месяца. Вы будете петь как будто бы на этой же громкости, а на самом деле ваш голос уже будет звучать намного звонче. сильнее связки же развиваются мы же делаем упражнения мы занимаемся поэтому любом случае с каждым месяцем вы будете петь уже громче уметь уже это делать уметь на опоре взять эти же самые ноты с каждым месяцем вы сможете петь эти же ноты уже и тише потому что у вас сохранится опора вы уже будете знать как тут все работать вы уже сможете контролировать это возьмете ноту споете тихо средне громко и все будет четко не переходя не нашел вот такой и не на громкость я кричать вообще даже не буду кстати у меня все и Продолжение следует...